Совместить футбол и боевое искусство, фантастическую комедию. Я обещал мастеру не встревать. Нет проблем. Из этого видео вы узнаете краткий пересказ фильма Убойный футбол с комментариями. Фильм, которому более 20 лет, но он по-прежнему на уровне. Запасайтесь вкусняшками и поехали. История сразу переносит нас в раздевалку, где двое молодых парней говорят на китайском. Один из парней берет другого за волосы, обвиняя его в обмане и показывает татуировку на животе, где сказано, что он золотая нога. Трибуны скандируют кличку «Золотоногий». Парень бьет по мячу и не попадает в ворота. На табло мы видим счет 4-5, и он, видимо, не в пользу его команды. Так началась и одновременно закончилась карьера футболиста по прозвищу «Золотоногий». Ведь после промаха на поле выбегли недовольные и избили его, да так, что он стал инвалидом. Его подставил и организовал побоище на поле товарищ по команде Сюн. И да, это он. Действие переносится в наше время, где представлен предатель Сюн, успешный и богатый, живущий красивой жизнью человек. И золотоногий, хромой и нищий, над которым издевается его бывший приятель по команде. Так сказать, поменялись местами. Золотоногий работает на него много лет и хочет стать тренером. Эту должность обещал ему Сюн. Но в последний момент тот идет на попятную и издевательски выгоняет мужчину, напоминая ему, что он инвалид и растерял прежнюю форму. Потеряв все, мужчина отчаянно бродит по улице, а затем неожиданно встречает парня, делающего шпагат на мешках с мусором. Он впечатлен его умениями, а парень, пользуясь случаем, предлагает ему свои уроки кунг-фу. А казалось, он всего лишь местный грузчик. Парень объясняет бывшему тренеру о возможностях кунг-фу. Парень ненамеренно оскорбляет тренера, и тот кидает в него жестяной банкой, которую он запускает высоко в небо. На этом их пути расходятся. Парень идет относить свои мешки, а тренер идет искать работу. Молодой кунг-фуист помогает забросить холодильник наверх кучи и мечтает о новых кроссовках. Затем он случайным образом замечает девушку на улице, в которой я приготовил пончики. И делала она это необычным способом, с помощью кунг-фу. Он буквально завороженный стал наблюдать за ней. Девушка оказалась истинным мастером и применяла боевое искусство в приготовлении пищи. Молодой грузчик стал заговаривать ей зубы, хотя он и действительно был очень впечатлен ее кунг-фу. Он теял несколько булочек, которые оказались ему не по карману, и он решил оставить ей свои старые корсовки. Позже на улице люди становятся одержимы танцем, но хозяйка быстро все разрешила, а молодой грузчик убежал. Девушке пришлось выбросить старые вонючие кроссовки. На самом деле у молодого мастера кунг-фу много друзей, но их жизнь после обучения кунг-фу не заладилась. И им приходилось побираться то на одной работе, то на другой, кое-как сводя концы с концами. Даже их творчество никому не нравится. На этот раз их избивают в кафе. Справляя нужду возле стены, тренер обнаруживает жестяную банку, которую пнул молодой мастер кунг-фу. Она застарела прямо с стене. Пытается вытащить банку, но она не поддается, и вся стена рушится. Главный герой дает отпор хулиганам. И за всем этим наблюдает его будущий тренер. И делает он это с помощью обычного футбольного мяча, обладая поистине железными ногами. Тренер в шоке от происходящего, и уже решает тренировать его, осматривая его ногу. Затем у них возникает идея совместить футбол с кунг-фу. Но есть одно большое но. Футбол это командная игра. И тут главный герой вспоминает о том, что у него есть друзья, также мастера кунг-фу. И они пытаются уговорить их участвовать в большом турнире, в котором есть большой призовой фон. На что те один за одним отказываются. К тому же они были в плохой физической форме. Вспоминая свою прошлую жизнь, главный герой, игрущик-хунг-фуист, ждал назначенном месте. И уже потерял надежду, как вдруг появились его друзья. И они все-таки собрали команду. Они намеревались выиграть турнир, но еще не знали, что их ожидает. Впереди были тренировки, где они поняли, что они полностью потеряли свою силу. В товарищеском матче они полностью уступали своим соперникам. Игра была жесткая, но послабление делать не стоило. И вдруг к ним вернулась сила. Тренер в очередной раз был удивлен. И они очень легко обыграли своего соперника, который играл нечестно. Так в них пробудилась сила. Команду не хотели регистрировать на турнире, но увидев ее, Сюн решил им позволить это сделать, намереваясь легко победить их. В первом же матче над ними насмехались, но все изменилось после первого удара по мячу. Команда победила с разгромным счетом, полностью разгромив соперника. Сюн был поражен, а команда шаолинского футбола продолжала всех обыгрывать и стала местной знаменитостью. У ребят стали появляться деньги и спонсоры, и молодой грузчик-кунфуист решил помочь девушке, делавшей булочки, отправив ее в салон красоты. Команда весело веселилась, пока не пришла хозяйка заведения. Она начала распускать руки, на что у девушки был свой ответ. Команда из Шаолиня стала народными любимцами, но девушку уволили из булочной. Финальный матч предстоял с командой Сюна. Кто не знал, что они принимали анаболики. Поэтому шаолинская команда ничего не могла с ними сделать, сколько не пыталась. Шаолинская команда не могла забить, но также они не могли и остановить соперника. Они стали получать серьезные травмы и выбывать из игры. Если бы не нашлась замена, их бы исключили из матча. Почти все были серьезно ранены, и тут на помощь пришла эта девушка из булочной. С помощью своей техники она смогла укоротить мяч и начать новую атаку. Атака была настолько мощной и сильной, что она просто снесла вратаря. Надо сказать, что от поля мало что осталось. Ну а Сюн получил по заслугам. И вот команда поднимает кубок над своей головой. Они чемпионы. Они выиграли в этом матче со счетом 1-0. Но на этом история не заканчивается, и это действительно очень интересный комедийный фильм. Поэтому я бы посоветовал вам посмотреть его. Это был пересказ фильма Убойный футбол. Пересказ фильмов и сериалов каждый день. Подписывайся.